Завтра. А что нас ждет завтра? Нас, то есть планету в целом. Организаторы конкурса журналистских работ по теме экология выбирали победителей по ряду причин. Мы живем в эпоху экологических проблем. И не замечать экологические проблемы становится все... Ну, да, они все более явными стали. И, конечно, это накладывает определенный, так сказать, отпечаток, наверное, и на всем обществе. Мы болеем. Это действительно сказывается на различных сферах здоровья, в том числе. Но сейчас не об этом, а о том, что все-таки общество начинает осознавать через призму того, что человек уже включен в суть глобальной проблемы экологических процессов. Прежде всего, эти конкурсы необходимы для того, чтобы напомнить планета одна, что все мы пользуемся ее ресурсами, что все мы должны знать, как именно эти ресурсы сберечь. Один из спонсоров конкурса, его же идейный вдохновитель Гюнтер Вильгельм, говорит, что для него уроженцы Европы наблюдать за тем, что сейчас происходит в России, приятно. Я немец, и в Германии был уже 10-20 лет назад. Это notion, это идеи, что нужно сортировать от-от. Это уже больше развития. Но здесь, в России, мы начинаем сейчас, и несколько лет назад. И я очень рад, потому что я думаю, что наша планета – это один. И не это вопрос России, Германии или разные страны. И я думаю, что это очень хорошая идея. И сейчас больше-больше людей поддерживают этого. И я надеюсь, у нас будет хороший результат. К слову, меня, вашу покорную слугу, а также журналиста нашего канала ННТВ Екатерину Васильеву на церемонии встретили приятными аплодисментами и добрыми словами. Действительно, это очень приятно. На самом деле, очень приятно. Это не только моя награда и Екатерине Васильевой, а всей нашей командой. Потому что мы постоянно, журналисты, снимаем сюжеты про то, как надо заботиться о нашей природе. Снимаем про то, как волонтеры убирают берега, убирают реки. Поэтому спасибо, очень приятно. Наталья Лисова, Виталий Кудрявцев. Время новостей.